Добрый день, в эфире программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает первый секретарь Кировского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамай. Сергей Павлиныч, добрый день. Добрый день. Знала бы, Сергей Павлиныч, что так активно будут слушатели писать вопросы на сайтах Акирова.ру, спокойно бы спала в воскресенье, а то полдня готовилась к нашей программе. Но вопросов действительно очень много, и поскольку эти вопросы перекликаются с той повесткой, которую я хотела обозначить, я все-таки предпочту сделать выбор в сторону слушателей и буду задавать те вопросы, которые они прислали к нам на сайт. Еще раз напоминаю, что слушатели, у вас всегда есть возможность в анонсах задать вопрос нашему спикеру в особом мнении заранее. Сейчас их очень много. Значит, первая группа вопросов связана с митингами и протестной активностью. В частности, раз, два, три, четыре сообщения, которые спрашивают о митинге скорби на театральной площади. Наталья, в частности, пишет, вы приняли участие в митинге скорби на театральной площади, хотя для позиции она закрыта, имеется в виду площадь. Причем вместо искренней скорби стали обвинять во всех грехах руководителя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, не является ли это откровенной соглашательской позицией с теми, кто всеми силами старается замолчать тем коррупцией? Хочу разочаровать данную радиослушательницу и блогера, можно так сказать. То, что на митинге именно был и выступал, является поводом борьбы не только с коррупцией, это тоже основной момент, который, в принципе, присутствует в нашей программе, в наших, так сказать, действиях. Но это был митинг скорби, и когда был приглашен, но надо тут тоже ремарку сказать, когда был приглашен, мне сказали, что я буду первый из политических партий выступать. Но, к сожалению, меня поставили последним, я уже думал, что это тоже в определенной степени провокации. Вы думали, что вам слова не дадут? Да, я думал, что мне слова не дадут, и пригласили, и спровоцировали просто-напросто, потому что есть что сказать именно в отношении тех мерзавцев, которые развязывают террористические акты на территории Российской Федерации, но не только Российской Федерации, а практически на всем постсоветском пространстве и на всем земной шаре, так называемое государство ИГИЛ, которое, в принципе, хочу напомнить всем радиослушателям, которое создано спецслужбами Соединенных Штатов Америки. И, в принципе, сегодня ведет противоубийственную войну на Ближнем Востоке. Поэтому здесь сегодня, тогда, когда беда на территории нашего с вами государства, то все прогрессивные силы должны объединяться вокруг, в общем-то, и это беды, и в то же время бороться совместно. Но то, что есть замечания в том плане, что я там покритиковал Алексея Навального, но мы его все помним, он у нас здесь лес валил, валил, как говорится, рубил, но рубил свой карман, по сути дела, и сегодня является ярым борцом с коррупцией, в кавычках, я бы так сказал. Он тоже... Есть вопросы, которые, в принципе, многие знают, но хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что господин Навальный, это соратник Белых, это тот, который сегодня по коррупционной составляющей находится в Лефортово, это соратник сегодня Саакашвили, это соратник сегодня Марии Гайдар. Где Мария Гайдар? Хочу напомнить всем нашим радиослушателям, он сегодня является советником Порошенко в Украине, поэтому отношение, то, что пласт вот этот и ту беду, которая есть у нас в государстве, так называемая коррупция, она, по сути дела, все пронизала, все органы, в первую очередь власти, это, естественно, так сказать, сегодня мешает развитию нашего государства, не просто мешает, а просто стагнирует развитие и, по сути дела, идет противостояние в этом направлении. Сергей Гаврилович, давайте разложим вопрос Натальи, и тут еще несколько вопросов на несколько частей все-таки. Первое, о чем она спрашивала, это почему на митинге «Скорби», когда вы выражаете солидарность с петербуржцами и выступаете против терроризма, вы заговорили о Навальном? Зачем было смешивать две этих темы? Ну, я уже вам сказал по господину Навальному, кто он есть, и... Но это же не был митинг против коррупции, это был митинг против террора. Подождите, коррупция и террор практически, с моей точки зрения, это близнецы-братья. Понимаете? Это сегодня если... А что все, тогда получается, раз вы говорите, что у нас правительство коррупционное, власть сейчас коррупционная, они все террористы, что ли? Нет, я так не сказал, я не говорю, и не буду говорить, что они все террористы. Но в то же время, они еще раз, это та беда, которая, если мы заговорили о коррупции и заговорили о терроризме, то это, я еще раз хочу подчеркнуть, это близнецы-братья, с моей точки зрения. Вы считаете, что они равновесны в нашей стране? Безусловно, откуда так называемый терроризм? От того, что сегодня у нас безработица, от того, что у нас сегодня вот так называемый интернет дает основания и смотреть те вещи, которые, в принципе, начертало ЦРУ по отношению, как говорится, к мировому терроризму, я уже говорил, так называемое исламское государство. Вот, поэтому это все одного поля ягода и вытекает из тех обстоятельств, которые есть сегодня у нас, в первую очередь, на нашей территории Кировской области. Ну вот слушатели-то наших, знаете, что заботит? И Наталья вот задавала в своем вопросе, и Евгений Бушмилев спрашивает, там большая прелюдия, он очень рад, что вы у нас в эфире, и он говорит, что опостит и репостит ваши ВКонтакте, да, какие-то вещи, которые вы там размещаете. Но вот что он спрашивает. Вот посмотрел сегодня новость, и, оказывается, вы принимали участие в митинге согнанных по разнарядке бюджетников студентов на театральной площади. Как это вообще сочетается? В интернете вы пламенный оппозиционер, борец за права жителей Кировской области, а в жизни вы, получается, ничем от власти не отличаетесь? Хороший вопрос. То есть он увидел вас вместе с Натальей на театральной площади, на которой запрещается митинговать коммунистам. Он увидел вас в ряду тех людей, которые представляют эту власть, там, да, и вот спрашивают, что же вы не отличаетесь, получается, от них? Ну, здесь не надо. Надо, как говорится, зерна отсеять и посмотреть. Я еще раз подчеркиваю, тема была заявлена терроризм. И если бы сегодня то, которое было приглашением не, так сказать, направлено на этот митинг, если бы я отказался, я бы тоже был тут неправ. Почему? Потому что это всенародная беда и та боль, которая сегодня в сердцах наших граждан присутствует именно в отношении этой мерзкой заразы, то любую аудиторию, как говорил Владимир Ильич Ленин, надо идти и говорить свое мнение, и говорить свои мысли вслух. То есть что касается терроризма и вот этого митинга, единения, да, с петербуржцами, здесь не имело значения, какая партия, какая власть и больше. Безусловно, с моей точки зрения не имело. Не имело, почему? Потому что наша партия сегодня, она проповедует идеологию и преследует идеологию братства и солидарности. Поэтому мы не имеем права и не имели права не идти на это мероприятие. То, что его сделали именно, выстояли там палатки и так далее, конечно, это неправильно. Хороший вопрос. Давайте продолжим на эту тему. Вот Артур вас спрашивает. Владимир Быков заявляет, что политические партии используют митинги в своих корыстных целях. Это значит, это плохо. Тогда зачем на митинге скорби флаги политических партий? Ну, Владимир Быков, с моей точки зрения, он не понимает элементарных вопросов, которые, в принципе, как руководителю ему бы подобало их понимать. Театральная площадь, ведь митинг был, но она не узаконена. Поэтому на прошлом заседании законодательного собрания я выходил с законопроектом и просил коллег депутатов узаконить эту площадь для всех политических партий, для общественных объединений, так как там проводят мероприятие тот же день победы, там тоже митинг проходит, но, к сожалению, эта площадь не узаконена. Они, значит, им позволено нарушать закон, а другим политическим партиям не пущать, понимаете? А другие политические партии должны где-то там, где выгуливают собак туда, так сказать, направлять простых людей, которые, в общем-то, не согласны с теми или иными вопросами на территории Кировской области. Поэтому... Но Вы согласны, что на митинге скорби было место флагам политических партий? Нет, было место, безусловно, я с этим согласен. Зачем? Вот зачем? Зачем политические партии пришли на митинг скорби с флагами? Вот если это митинг скорби, то зачем какие-то политические атрибуты в странах? Это единение, Светлана, это единение сегодня общественно-политическое. Давайте уберем все различия, которые между нами существуют, все знаки различий, и выйдем как народ, а не как представители политических партий. Вот о чем Артур спрашивает. Артур спрашивает правильно, но в то же время есть политические партии, которые сегодня парламентскими считаются, и имеют свою символику. Поэтому каждая политическая партия и те сторонники, и, как говорится, не только сторонники, но и настоящие коммунисты, они пришли на митинг. То есть это не пиар? Это не пиар. Это никакого пиара я здесь не усматриваю, с моей точки зрения. Поэтому то, что говорит Артур, это с точки зрения сегодня вот той беды, которая пришла к нам в дом, мы не должны здесь не объединяться вокруг этой беды, с моей точки зрения, и я считаю, что поддержат все радиослушатели, те, которые понимают это обстоятельство и эту трагедию. А давайте к палаткам вернемся, опять же. Вот митинг в скорби и ярмарка. Вот, кстати, да, об этом пишет Анна. Митинг против террора прошел при одновременном развертывании ярмарки на Театральной площади. Ярмарки сопровождают праздничные мероприятия. Так что мы празднуем, спрашивает Анна. Я здесь с ней частично согласен. Согласен в том плане, что мы ничего там не празднули. Но те организаторы, которые, в общем-то, проводили этот митинг, которые делали уведомления и получили разрешение, они преследовали, наверное, другую цель, чтобы пришло побольше народу, но в то же время... Если люди скорбят, они должны сами перейти. Безусловно. Они за рыбой и яйцами. Светлана, я тут с вами полностью согласен. Я полностью с вами согласен. Вы не дослушали мою мысль? Я дослушаю, но через полминуты, потому что у нас сейчас перерыв небольшой. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое. Особое мнение сегодня высказывает первый секретарь Кировского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамаев. Мы с митингами продолжим, но не очень долго, потому что очень много вопросов еще. Итак, мы остановились на том, что на митинге скорби развернули ярмарку для того, чтобы привлечь большее количество людей. Вот что это такое? Мы скорбим искренне и честно или для галочки? Ну, тут есть вопросы, я полностью согласен с радиослушателем, который задает такой вопрос. Это не праздничное мероприятие, это траурные митинги, поэтому присутствие сегодня... Вот, извините меня за такое выражение барахолки на этом мероприятии, оно, естественно, вызывает определенные недоумения. И не только вот у, как говорится, у простых людей, но когда мы подошли на митинг, тоже поняли, мы когда идем, или же на барахолку, или на митинг. Поэтому я тут полностью с радиослушателем согласен в этом выражении. Ведь не мы являемся организаторами этого митинга. А что такое? Чем руководствовались эти люди? Они перестарались просто? Ну, я думаю, да, как всегда, они перестарались. Разницы нет никакой совершенно. Ну, понимаете, да. Теракт погибли, не погибли. Я с вами тут согласен, надо всегда... Тем более мероприятие надо продумывать. Но где у нас они продуманы, какое мероприятие? Мне назовите, чтобы всегда было четко продумано и выстроено так, чтобы народ был доволен, и в то же время прошло мероприятие блестяще. То, что сегодня вот это бросается в глаза, я полностью с вами согласен, и согласен с тем радиослушателем, который задал этот вопрос. Вот еще один вопрос про акцию, и, пожалуй, здесь вот мы с акциями с вами закончим. Это уже касается вашей акции. КПРФ планирует 15-го акцию против роста цен коррупции и нищеты, пишет Владимир. Разве не против роста цен бастуют дальнобойщики? Разве не против коррупции выходили на улицу люди 26-го по всей стране? Почему КПРФ и вас лично не было среди них? Вы уж определитесь, вы с народом или просто поголосите. Я хочу напомнить данному радиослушателю, те же дальнобойщики, они пришли к нам, и мы их, так сказать, приняли, и выходили с ними на митинги, писали соответствующие обращения, и в то же время эти обращения дошли до правительства Российской Федерации. То, что этих дальнобойщиков начали от нас, так сказать, уводить, и не только уводить, их просто запутывать в той ситуации, которая есть. А кто? А кто есть такие, я бы так сказал, это мое выражение, политические шныри, которые, в общем-то, все благое пытаются просто-напросто снивелировать, и, как говорится, как тот пылесос в себя втянуть, а потом выбросить это. Это партийные деятели? Это, я бы их не назвал партийные деятели, это так называемые, в кавычках, общественно-политические, как они себя называют, деятели. Не буду называть их фамилии, я считаю, это будет слишком высокопарно для этих людей. Поэтому мы не отошли от дальнобойщиков, не дошли от других категорий граждан. Допустим, к примеру, я вам хочу, если нас слушает этот радиослушатель, который задал вопрос по центральному рынку. Мы же его отстояли, и многие вопросы отстояли именно вот такими митингами. Но, к сожалению, большому сожалению, и, наверное, вина и наша есть, нашей партии, в первую очередь меня, в том плане, что мы плохо информируем граждан, но, к сожалению, сегодня средства массовой информации не дают возможности, как говорится, писать ту правду, которая, в общем-то, есть. Если взять и посмотреть вопрос коррупционной составляющей, кто сказал первый с трибуны Государственной Думы, сказать о коррупции в Кировской области и в целом Российской Федерации, это наша партия. Перед вами вот сидит тот человек, который, в общем-то, впервые об этом заговорил. Подхватил это Навальный и, в принципе, начал, так сказать, по сети интернет делать определенную, я бы так сказал, пиар-компанию именно проамериканским бархантным революциям, которые, в принципе, пример яркий – это Украина. Там начиналось все так же, как пытается это сделать господин Навальный. А то, что касается социально-экономической ситуации, мы от нее не уходили. Мы проводим сегодня и митинги, и они не бесполезны, эти митинги, так как мы принимаем нормативно-правовые документы в виде резолюции, а третья статья Конституции Российской Федерации гласит о том, что у нас основным источником власти на территории Российской Федерации является многонациональный народ. Вот этот народ приходит и выражает несогласие исполнительным органам власти и законодательным. Мы эту резолюцию направляем в исполнительные органы и законодательные органы власти, но, к сожалению, власть сегодня, я бы так сказал, глуха и нема по отношению к основному источнику власти. — Да, нас тут правильно совершенно направляет. Вы упоминали несколько раз организацию ИГИЛ, и нам нужно, конечно же, уточнить, что это запрещенная в России. — Безусловно. — Она запрещенная, и я считаю это очень правильно, и, как говорится, поддерживаю все цело. — Да, я все-таки вернусь, мне хочется получить два четких ответа касаемо дальнобойщиков и касаемо антикоррупционных митингов 26 числа. Вы сказали, что сейчас кто-то оттесняет КПРФ от дальнобойщиков, не записала, к сожалению, как вы их назвали, политические как? — Шныри. — Шныри. Политические шныри. Так вы что, дальнобойщиков-то просто им отдадите, этим политическим шнырям? — Нет, мы их не отдаем, мы их приглашаем, и буквально на всех мероприятиях, проводимых нами, они присутствуют, и даем им слово, и в принципе исключаем. — Каковы перспективы исполнения все-таки этих требований, которые предъявляют дальнобойщики правительству, их примут в конце концов или нет? — Ну, я думаю, уже половинчато они приняли. Они испугались той массового протеста, который пошел по всей Российской Федерации. И не случайно лидеры движения, так называемые, в Москве, они очень хорошо с нашей партией, так сказать, сотрудничают. И пригласил председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев и решал эти вопросы. — А вы считаете, это были как раз те самые активисты? — Безусловно. — Активное ядро, не подставные персонажи? — Ну, тут я не могу сегодня, как говорится, сказать точно, были это активное ядро или это подставные персонажи. Если это были подставные персонажи, то это один вопрос. А если это были, как говорится, настоящие, настоящее объединение дальнобойщиков, это другой вопрос. — А вы сами как к Платону относитесь? — Как к Платону относитесь? — Негативно. — Да? — Безусловно. — Надо добиваться отмены? — Надо добиваться отмены. И, как говорится, это вообще очередной побор, который, в общем-то, тяжелым временем ложится на плечи вот этой категории граждан, которые, в общем-то, занимаются данным направлением бизнеса. Их у нас насчитывается порядка 14 тысяч на территории только Кировской области, которая занимается именно вот дальними перевозками грузов и не только, как говорится, по территории Российской Федерации. Тем самым они обеспечивают нашу и продовольственную безопасность, и обеспечивают, я бы так сказал, и социальные вопросы, те, которые лежат в плоскости. — Надо отменить. И еще раз про антикоррупционные митинги. То есть 26-го числа вас митинг не устроил тем, что это митинг, который призывал Навальный, а Навальный расшатывает лодку, как говорят, в России и призывает к оранжевой революции. — Светлана, 26-го как раз наши комсомольцы подали уведомление, они проводили этот митинг. Единственная, так сказать, территория, которая, в общем-то, данное направление, с моей точки зрения, завело в правильное русло, и та борьба с коррупцией, которую, в общем-то, предлагает сегодня Навальный, мы это предлагали, я еще раз подчеркиваю, сейчас в 2012. — Комсомольцы 26-го проводили митинг? — Безусловно. — В Халтурино? — В парке Халтурино. — Первый или второй? — Первый. — Первый. — И второй. — Это комсомольцы, оказывается, были? — Были комсомольцы. — Потому что они приходили к нам в студию и не осознали, что они комсомольцы? Они сказали, что они не имеют отношения никакого партия. — Я сегодня не знаю. Вы мне скажете фамилию, я вам скажу «да», а если вы не назовете фамилию, я не могу узнать, кто там. — Зориентируйся потом. — Да. — Ну так все-таки, 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 получается, что требование Навального, да, телефонной борьбы с коррупцией, вам не безразлично, вы видите там рациональное какое-то зерно. — Ну, я понимаю, вернее, я вижу это рациональное зерно, но я не вижу сегодня, вернее, вижу это фигуранта. Если бы целый раздел, возьмите книгу «Коррупция в Кировской области», офшорный рай для, как говорится, по коррупции, по сути дела, мы с моим другом Леонидом Витальевичем Сандаловым написали целую, так сказать, первую часть книги о коррупции. Это не первая книга, первая книга была мной также подготовлена, это в Марийской республике, с полковником внешней разведки в отставке Михаилом Долговым. — Но мы еще про Марийскую республику сегодня поговорим обязательно, правда не так много времени остается. — Этот вопрос, как говорится, мы его первые подняли, а то, что Навальный понимает, это беда, и начал, так сказать, топтаться на этом вопросе, чтобы завести, особенно молодых людей, в общем-то, ну, в то направление, которое и его патронаж, я имею в виду заокеанский, сегодня, как говорится, использует очень широко. — Сейчас приезжаемся мы на короткую рекламу, напоминаю, что эта программа «Особое мнение», и свое особое мнение сегодня высказывает Сергей Мамаев, депутат областного законодательного собрания. — Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, первый секретарь Кировского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ОЗС в областном законодательном собрании Сергей Мамаев высказывает сегодня свое особое мнение, остается у нас 13 минут. Александр спрашивает у вас, самый первый вопрос на сайте Эхо Кирова, который пришел в раздел анонса, говорит, добрый день, вы очень редкий гость, и теперь я могу задать вам вопрос. «В Мариэл в сентябре 17-го пройдут досрочные выборы главы республики, примите участие в них, отказавшись от выборов на должность губернатора Кировской области». Александр, добрый день, я очень рад за тот вопрос, который вы мне задали. Я солдат партии, в первую очередь, и, как говорится, Центральный комитет определит, где мне идти, или по Кировской области, или по Республике Мариэл. Поэтому, мое мнение, естественно, будет учитываться, но, к сожалению, я не знаю, что определит Центральный комитет. А вам бы где хотелось? Я знаю, что вы солдат партии, но... Ну, мне бы хотелось, конечно, идти, так сказать, по своему родному краю, но Марийская Республика для меня тоже она не сторонняя. Почему? Потому что я родился и вырос на границе с Сазанной Республикой, и в этой Республике очень много друзей, и практически 50% населения – это люди, мигрировшие с территории нашей области. Сегодняшние 50%. А в ситуации выбора, если вы будете прикидывать, или вы со своей командой политтехнологов, со своими соратниками, если мы будем говорить конкретно о выборах, в ситуации выборов в Кировской области и в Мариэл, оценивали ли вы свои шансы? Где их больше? Я не могу свои шансы оценивать. Почему? Я говорю очень нескромно, с моей точки зрения, что свои шансы будут оценивать люди, правильно, Светлана? Как я могу оценить свои шансы? Как за меня будут голосовать люди? Да, вы же, наверное, изучаете свой таракт. В Мариэлской Республике за меня проголосовали 32%, помните, на прошлых выборах. И я слово дал, я его сдержал. Где сегодня Маркелов, он, по сути дела, в отставке. То, что касается территории… С Игорем Васильевым у вас есть резервы, карты эти, тузы в руководке и прочее? Нет, с Игорем Васильевым, я их называю, он временный губернатор. А почему вы его так называете, интересно? Почему я его так называю? Потому что он временный. Ну, временный губернатор сейчас, а после сентября он может стать постоянным. Нет, а почему сегодня средства массовой информации, я вам вопрос на вопрос хочу сказать, говорят, что он глава региона. Какой он глава региона? Он временный, исполняющий обязанности. Вся команда его временная, варяги. Те, которые пришли на территорию Кировской области, не зная ни территории, не зная тех направлений, которые никогда не руководили. Ну, давайте возьмем любую отрасль сегодня нашего народного хозяйства и посмотрим, кого они притащили. Кого, как говорится, этот господин Васильев притащил на той или иной должность? Ну, уже коррупционная составляющая отмечена нами, и, в принципе, написан, вернее, дан запрос, сделан и уже получен ответ по дорожному направлению. 123 миллиона рублей, которые были в декабре месяце этого года поставлены на тендер, выиграла фирма «Однодневка» с Краснодара с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Ну, это вы подозреваете, что есть коррупционная составляющая, но пока это еще... Я подозреваю, и правоохранители сегодня дают ответы и подтверждение, по сути дела, тоже фас, но я лично получил. Поэтому... То есть вам не нравится, с чем зашла новая команда? И вы считаете, что с таким заходом... У нас нет умных, талантливых людей, которые могут сегодня, так сказать... Ну, и вы ведь готовы, Сергей Павлиныч, пойти в любой регион, куда партии назначат. Нет, ну, партии... Ведь Игорь Владимирович тоже не по доброй воле, небось, сюда попросился, а его тоже назначили. Ему сказали, так пойдешь на регион. Да, не по доброй, не по доброй. Это мы не знаем с вами, по доброй воле или не по доброй. Это мы еще скажем чуть позднее. Но дело в том, что... Хочу подчеркнуть, он, еще временно исполняющий обязанности, будет определять... То есть вам не нравится, когда его называют губернатором сейчас? Ну, какой он глава региона? Он сегодня еще... Ему народ не доверил этого, так сказать... Все, я поняла, что вызывает вашу возмущение. Сегодня полноту этой власти. А вот скажите, пожалуйста, я хочу вас попросить прокомментировать высказывание Валерия Николаевича Турула. Вы хорошо видите, вы знаете, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Он говорит следующее. У него много аббревиатур, понимаете? Жизнь показывает, что губернатор должен быть человеком системы. Получается, что единороссом. Но я убежден, что большинство голосов будет получено единым позиционным кандидатом. Но здесь возникает вопрос о том, насколько он будет эффективен. Скорее всего, система пытается изолировать этого губернатора. Думаю, если он продержится 6-9 месяцев, то это будет хорошо. А дальше все, что угодно можно ожидать. Подстав и так далее. Вот он говорит, что руководить регионом может только человек системы. И, кстати говоря, приводит пример Никиту Белых, который пытался в нее вписаться и не вписался в итоге. Ну, вот как вы на это смотрите? Ну, эта система... Вы человек системы? Нет. Я не человек, не этой системы, потому что я возглавляю сегодня оппозиционную партию и являюсь ее лидером пока еще. Что вы думаете насчет такого мнения? Ну, по этому мнению, что я могу сказать? Могу сказать только следующее, подтвердить слова Валерия Николаевича в том плане, что систему, они еще ее пытаются, так сказать, устроить. Но мы видим, что это за система и какие печальные последствия эта система несет сегодня для регионов Российской Федерации с учетом вот той кадровой политики, которая сегодня есть в России. Нет, вы конкретно ответите. Турла говорит, что человек не единоросс, он не сможет руководить регионом, потому что система его сломает. Ну, почему сломает? Я могу возразить Валерию Николаевичу и в целом всем радиослушателям, сегодня неплохо управляют у нас наши товарищи в трех регионах. Это Иркутск, это Орловская область и Новосибирск город. И никто их, как говорится, сегодня через колено не ломает. И ситуация там совершенно, так сказать, другая. Я имею в виду и социально-политическая ситуация в первую очередь. Поэтому никто не вышел из партии, никто, так сказать, не преследует выход из партии. А народ выбрал, люди работают и результаты неплохие. Потому что, если взять Новосибирск, то по пуску жилья сегодня, по первое место, в общем-то, сегодня локоть вышел по сдаче жилья по квадратным метрам, как говорится, в Новосибирске, в Российской Федерации. Поэтому, ну, много примеров, которые я могу приводить. Так что касается единого кандидата от оппозиционных партий? Это хороший вопрос. Как говорится, мы сейчас ведем... Проехали уже эту историю или нет? Нет. Мы ведем переговоры, как говорится, с непарламентскими партиями. Уже 20 непарламентских партий, в общем-то, поддержали наше мнение и нашу кандидату. Выставить уже этого самого единого кандидата. А то ведь, вот смотрите... Нет, пора, я согласен и полностью эту идею поддержим. Завелился на выборы Васильев, и мы уже видим, что действительно началась предвыборная кампания. Безусловно. Появились баннеры какие-то, материалы появились там, да? Да. А вы все выбираете единого кандидата. Мы... Не, почему? Мы уже партии как-то скажут, как вы говорите, партии должны сказать. Безусловно. Уже некоторые партии сказали на всю страну. Да. Да. Вы это слышали и знаете эти заявления. Поэтому единый кандидат сейчас обсуждается. Он не просто вот так вот... Не опоздаете вы? Нет. Соглашение уже подписано. Я уже вам сказал, 20 политических партий. У нас их порядка более 40 на территории Кировской области. Вот 20 политических партий подписали с нами уже соглашение с нашей партией по единому кандидату. Сегодня вопрос за центральными органами, это ЛДПР в первую очередь, потому что Миронов уже высказал свое мнение на всю страну. Поэтому этот процесс идет, он сложный и непростой. То, что касается этого соглашения, оно должно быть понятно для всех политических партий. Вот, например, для 20 оно понятно. Если идет кандидат консолидированный, то он должен обязательства иметь перед этими политическими партиями. Я ничего не понимаю. Почему не понимаю? У вас партий подписали, Черкасов высказался, вы высказываете, ждем решения, значит, центрального комитета. Тут ваши соперники вовсю уже кампанию проводят, а вы все совещаетесь. Нет. Когда уже решение? Мы тоже кампанию начали и проводим. Посмотрите, наша газета, которая вышла стотысячным, так сказать, тиражом в отношении временно исполняющего обязанностей. Посмотрите, еще следующий номер готовится. Я отвечаю вам, что буквально через неделю будет следующий номер нашей газеты. У нас эпохальная дата 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. О ней мы еще с вами поговорим, но не сегодня. Мы нам позволили, я бы так сказал, власть придержащей, в общем-то, сделать рекламу, вывесить так называемые баннеры. Поэтому мы не сидим и не просто, так сказать, общаемся. Поддерживаете, подогреваете, значит, насилие. Почему подогреваем? Мы не подогреваем, мы просто, так сказать, работаем в этом направлении. Сергей Полинович, не могу обойти просто этот вопрос стороной, особенно, видимо, представители СМИ он будет интересовать. Алексей Обыденков спрашивает вас. Вы очень часто через свой телеграм-канал Кировский Шептун и Вятский Губернатор сливаете интересные новости. Когда вы уже признаетесь, что вы автор? Автор этих каналов, что ли, я так понимаю, нет. У нас один канал, как говорится, это сайт КПРФ. То есть вы не имеете отношения ни к Кировскому Шептану, ни к Вятскому Губернатору? Нет, я не имею отношения ни к Вятскому Губернатору, ни к Кировскому Шептану. А вас очень много на Вятскому Губернаторе, кстати. То, что мы выставляем сегодня, наши материалы и наше мнение на своем сайте, то подхватывают эти сайты. Я им очень признателен и хочу сказать огромное спасибо. То, что они самые острые вопросы, которые мы озвучим на своем сайте, они публикуют на своих сайтах. Поэтому отношения у меня, я даже не знаю, кто хозяева этих сайтов. Здесь очень много на самом деле пришло вопросов по поводу поливания грязью друг друга с разных сторон. Что вы поливаете Игоря Васильева, как будто бы его политтехнологи вас через какие-то свои ресурсы поливают. Но давайте мы эти вопросы сейчас обсуждать не станем, потому что остается у нас буквально две минуты. Одно предложение я могу сказать. Мы грязью никого не поливаем, мы только публикуем факты. А то, что обливает нас грязью, это заведенное уголовное дело, которое расследовано, но, к сожалению, не направлено в суд. По поводу? По поводу вот той грязи в отношении моей скромной персоны, как говорится, или кандидатуры. Вот. Это затертые, так сказать, пластинки, которые выкидывают периодически на выборах. Поэтому и Следственный комитет мне передал дело в суд, потому что им потом нечем будет говорить в отношении, так сказать, партии меня. Да. Сейчас остается буквально полминуты. Обсудить уже ничего не успеем, но короткий ответ, наверное, от вас успею получить. Сергей Павлиныч, какие планы у КПРФ на городскую думу? Прежняя дума работала так, что любо дорого сейчас посмотреть на город. Ну, в кавычках, я думаю, что любо дорого посмотреть. По поводу Быкова некого даже было назначить мэром, так коротка у них скамейка. Ну, во-первых, какие планы у КПРФ на городскую думу? Идти на выбор и взять власть. Сколько? Если снова они бросят огромные деньги, так называемые, помните, на прошлых выборах были пятисоточники. Вот если эти снова бросят огромные деньги и будут подкупать людей, но я думаю, что уже люди не должны купиться на эти уловки. Деньги брать надо, наголосовать надо, имея собственное мнение. А кто у вас такие кандидатуры, которые ярко будут заявлять? Ну, кто? У нас скамейка запасных очень большая. Перечислите, пожалуйста, кто пойдет на выборы в город-думу. На выборы в город-думу вы посмотрите сегодня, кто шел на выборы в ЗАГС-собрание. Посмотрите, какой состав нашего списка был. То есть еще не определилась в партии, кто пойдет в город-думу? Нет, мы определились. С кандидатурами, но рано их озвучивать. Я считаю, что к нам особое отношение. А единороссы уже вот заявляют? Ну, единороссы, они сегодня правящая партия. Во-первых. Во-вторых, они используют методы административного ресурса в отношении нашей партии. Не пущать и запрещать. Если даже мы сегодня озвучим хорошего, талантливого человека, который пойдет и уже согласен. Что будет индивидуальный разговор? Безусловно. Там будет индивидуальный разговор, там будет решаться вопрос о занимаемой должности и так далее. Поднимем разговор в следующий раз. Время программы «Особое мнение» подошло к концу. Сегодня его высказывал первый секретарь Кировского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, депутат областного законсобрания Сергей Мамаев. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хорошего дня всем.